вечер добрый только что вот буквально в израиле в америке еще нет в израиле закончились 24 часа тубява я немножко вчера говорила на тему что это за 20 за 24 часа и насколько они важны а сегодня мы с вами попробуем понять можем ли мы научиться любить казалось бы в принципе что может быть проще чем любить один человек другого любить друг друга до удерживаться от ссор жить со всеми в мире или жить тихо и спокойно вроде бы это что-то такое что чего мы все сами хотим каждый человек казалось бы хочет этого но почему-то в жизни так складывается что нет ничего трудней и мы видим с вами на каждом шагу ссоры споры и даже простые какие-то мелочи расхождения в мнениях столкновения да и именно и вот из-за таких мелких вещей казалось бы до мелких вещей зачастую мы не можем выполнить заповедь о любви и один к другому и к всевышнему то есть такая важная заповедь нарушается практически из-за ерунды и я бы хотела с вами сегодня поговорить на тему того что поскольку тубиах мы все знаем это праздник любви конечно же к всевышнему но это день когда многие думают и говорят о том чтобы создать свою семью но вот есть некая такая тенденция что в последнее время многим людям очень тяжело решиться жениться или выйти замуж да можно спросить тех кто здесь находится слушатели как вы решились выбрать свою половину как вы не испугались сделать вот этот важный шаг да ну я имею виду спросить тех кто уже выбрал как вы не побоялись связать свою жизнь с вроде бы совершенно чужим и неизвестным человеком есть один такой пример добрый вечер тем кто уже пришел есть один такой пример такой маршаль лев царь зверей наконец-то он уже решил жениться он устраивает большое торжеству в лесу все ему приносят поздравления и вдруг этот лев царь зверей чувствует какую-то такую вот щекоточку в лапе он оглядывается и видит маленького мышонка а тот ему и говорит привет брательник по несчастью лев возмущается и отвечает ему какой я тебе брат как ты смеешь я лев я царь на что мышонок ему отвечает когда я женился я тоже думал что я лев и я царь как нам быть уверенным в нашем в нашем собственном выборе и надо понимать что именно эта самая уверенность она в свою очередь имеет огромное значение на все то что произойдет дальше с нами в этой жизни да то есть уверенность в человеке который рядом со мной уверенность всевышним уверенность в друге да как выбрать и друзей я могу сказать что я знаю человека который в какой-то момент увидев насколько его друзья непорядочно себя ведут по отношению к нему и к другим он сказал я не хочу больше иметь друзей мне намного спокойнее жить без друзей я знаю людей которые говорят зачем я буду жениться или выходить замуж это мне будет плохо от этого я не знаю кто этот человек да как можно изменить свою жизнь чтобы рядом с тобой кто-то жил кого-то совершенно не знаешь а вдруг он тебя предаст а вдруг а вдруг а вдруг да и последнее десятилетие люди стали жениться и выходить замуж сильно позже да то есть если раньше мы знаем там я не знаю было в 13 лет женились мой дедушка который родился в 1800 там восемьдесят каком-то когда он женился в 15 лет буду там живший в местечке да у нас написано 18 лет лихупа то есть до 18 лет надо жениться да сейчас же в наше время если это 30 или 35 лет да то это тоже нормально и слава богу что еще успели вовремя как бы успеть чтобы были действительно еще дети при этом количество разводов вырастает просто как грибы так как грибы просто раз 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 потому что в решающий момент накопившиеся сомнения накопившиеся перед свадьбой накопившиеся когда мы в принципе сами себя запугиваем вот эти сомнения они после того как люди начинают жить вместе они начинают потихонечку вылезать потому что мы все каждый из нас практически переживает одни и те же страхи то есть боязни быть признанным до непонятно где и как мы найдем свое место в этой жизни в этом мире с этим человеком с которым мы живем тем более когда ты остаешься один на один с будущим мужем или с будущей женой да то мы оказываемся практически в центре внимания это не то что мы где-то с кем-то встретились а потом живем так как мы хотим этот человек видит нас каждый день каждую секунду помните как вот фильм не знаю в детстве был у нас такой один из любимых советских фильмов да когда герой спрашивал и что она будет все время мелькать у меня перед глазами доходить туда сюда как жениться с таким страхом и действительно в том фильме люди были уже взрослые им было очень трудно пожениться да так вот есть такой показатель чем больше люди общаются до свадьбы то есть чем длиннее время их общения тем меньше времени они остаются вместе семьей то есть длина первого периода сильно влияет на длину второго и соответственно качество это не мои домосы это статистика да при этом возраст вступающих в брак становится все больше и больше как я вам сказала 30-35 это не предел и люди при этом чувствуют еще себя детьми да то есть вот это выражение маминкин сыночек или маминкина дочка это не том что они маминкины да а просто потому что они боятся и не хотят брать ответственность брать ответственность за себя за другого человека людям необходимо важно свое жизненное пространство им удобно в этом жизненном пространстве им совершенно не хочется кого-то туда пускать знаете я сейчас вижу часто даже маленькие дети 35 лет они включают где-то свой компьютер берут какие-то свои игрушки футбол и так далее боже мой зачем им эти друзья им совершенно не хочется выйти во двор с кем-то погулять а что говорить уже о том когда человек вырастает и становится намного старше да он уже привыкает вот этому к своему замкнутому пространству я один на один с компьютером я один на один с работой со своими делами мне там уютно и комфортно и очень трудно но слава богу мы евреи и у нас есть тара нет ничего лучше этого и в этой таре у нас есть такая заповедь возлюби бога своего то есть у нас написано молимся каждый день каждый день люби господа бога твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всем существом своим да а потом еще написано и повторяй их детям своим и произноси их сидя в доме своем и находясь в дороге и ложась и вставая и будут они да я укорачиваю не все говоря и будут они знаками над глазами твоими и напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих заповедь до писали заповедь тебе всевышний вторе поваливает любить его не просто так любить не просто уважать да нам заповедано любить всевышнего но как можно от меня хотеть любить что-то или кого-то кого я не знаю и не видела да ну представьте себе что меня в приказном порядке заставили любить главу скажем там правительство аргентины и чили неважно до чего что между мной и этим человеком я его совершенно не знаю мне этот человек вообще просто не интересен как можно меня заставить его любить то есть мы должны понимать что тура видимо считает да я буду рада если вы напишите ваше мнение как вы думаете тура считает что мы можем руководить своими чувствами иначе бы зачем бы нам была дана эта заповедь да то есть если всевышний повелел нам любить и не просто любить а всей душой и где бы я не находился то есть мы должны любить по типа нажали кнопочку и полюбили могу ходить на работу потому что мне это надо но разве кто-то может заставить меня в приказном таком как бы стиле любить эту работу да любовь это уже относится к области чувств а то есть моё сердце оно руководит моим чувствами должно произойти что-то что такое особенное что сподвигнет моё сердце одинаковым чувством чтобы я побила то-то или что-то или кого-то да то есть царь может сдать и сдать указ слушаться его царь может издать указ выполнять его приказы требования там да но любить любить они не могут показать нам вы согласны с этим или нет или вы считаете что что при копить то буду рада если вы ответите что же тура требует от нас и понятно что не бывает просто что что-то написанной и наши мудрецы не давали бы этому объяснение и одно из объяснений которые дает он говорит что на самом деле нас требуется любовь про который от нас требуется вполне заповеди с любовью то есть не требуется любовь в прямом смысле а всевышний от нас требует выполнять его законы с любовью так говорит араши да то есть с такой любовью как любовь между мужем и женой как любовь между родителями и детьми до нам необходимо любить наши действия наши поступки направленные на всевышнему ведь когда мы любим кого-то то мы знаем что нам ничего не сложно делать любовь она нас вдохновляет или наоборот наши поступки дают нам это ощущение вдохновление нам хочется мы видим что получается что это делает приятно другому человеку тот кто рядом с нами это нас вдохновляет да и нам это не то что не трудно мы сделает тот или иной поступок да то есть если мы выполняем наши какие-то те или иные действия страха или потому что это обязательно и потому что нет выхода то пройдет какой-то момент когда это все закончится и закончится тем что мы при первом можно сказать шухер и первой проблеме и с вами найдем дорогу сбежать из-за этого практически рабства ведь меня заставляют я не могу любить меня отставляют любить мне это недоставляет удовольствия есть пример нашей истории который может быть я хочу вам рассказать я даже не уверена что он совсем правильно хорошо отразит но наверное он только сильный и как бы важный что я его расскажу и про то я вам расскажу расскажу проработать его в возрасте 120 лет в день его рождения да и на казнь его повели как раз тот час когда читается молитва и он при этом читая молитву читаешь ма он стоял это невозможно передать какая-то боль какой-то ужас когда с тебя граблями сдирают кожу и поэтому я читал шма с любовью понимая то что он сейчас получает понимаешь у это не от греков а от всевышнего и тогда его ученики спросили учитель они стали кричать он стоит там ему кричат учитель где же мера твоего терпения и тогда и мрабия кива отвечала не давала покоя заповеданная на запад и люби и люби господа всей душой твоей это что люби господа на ту минуту когда он понимает у тебя душу я все время думал когда же наконец мне придется это исполнить его всевышний дал мне возможность осуществить мою мечту так могу ли я роптать против всевышнего и вот в его устах звучало слово един и вот с этим словом душа его отлетела да то есть я хочу сказать что даже такие тяжелые вещи которые он прошел такие тяжелейшие испытания он делал их с любовью понимая что он любит всевышнего и даже когда ему было больно и плохо он его благодарен а к объяснению вот этих слов о любви есть еще и другие комментарии да очень важный комментарий который мне очень хочется озвучить потому что на мой взгляд он очень важен нам жизни и поэтому так что значит любить душу надо сделать так чтобы люди смотря на твои поведение на твои на твои поступки спрашивали где ты научился такой любви кто тебя таким воспитал ты всегда при этом можешь сказать что это желание всевышнего чтобы ты любил других людей ты всегда должен помнить что ты представитель всевышнего ты некая модель щены до присутствия всевышнего в этом мире и лично от тебя зависит отношение к имя небес отношения к и к всевышнему и к евреям и к присутствию всевышний в этом мире от тебя то есть от нас от каждого из нас зависит будет ли в этом мире любовь или будет в этом мире ненависть да то есть мы должны вести себя так чтобы все окружающие полюбили всевышнего сказать что окей раз евреи себя ведут так хорошо смотрите как они выполняют заповеди смотрите что хорошего и как много хорошего они приносят в этот мир да это то самое проявление любви который всевышний просит от нас чтобы посмотрели на них и сказали как хорошо себя идут евреи да и раз так себя ведут евреи то каков же и господин к сожалению на протяжении нашей истории мы не очень хорошо справляемся с этой миссии у нас не очень хорошо получается выполнять эту заповедь и поэтому в отношениях между людьми наша любовь часто неправильная как я вам сказала тура это проекция абсолютно все что происходит в мире и в частности не только отношение человека со всевышним а понятно отношение человека с человеком да то есть заповеди это модель того как мы должны себя вести в этом мире интересно вы знаете я думаю многие знают что агава любовь в гематрии это один 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 это всевышний а мы все части составляющие часть да и то же самое когда люди находят свою половину они становятся вместе одним человеком одним целым мне тут недавно сказали меня недавно спросили почему когда я пишу прошедух я все время пользуюсь словами ищет свою половину и и вот это именно то что желая построить свою семью каждый человек чего он ищет он должен то есть на и соединиться со своей половинкой чтоб стать из двух половинок произошло одно целое и чтобы они могли любить один другого не как эгоист да который любит только себя а чтобы они любили любить другой человек как он любит себя еще один пример как большинство разговаривал со своими учениками о любви к всевышнему и они его не поняли о какой любви к всевышнему ты говоришь ведь можно любить кусок мяса можно любить шварму можно любить удобную кровать можно любить вкусную рыбу можно любить какие-то физические вещи но как мы можем любить всевышнего и тогда он взял их с собой в поле и вот они приходят туда и что же они видят они видят там маленького пастушка который сидит за своими овечками и вот вдруг он встает поднимает голову вверх поднимает руки вверх и начинает петь что же он поет он поет ты всесильный бог мой я буду славить тебя всесильный бог мой я буду восхвалять тебя вот она любовь к всевышнему когда этот маленький мальчик ничего у него не просит он просто чувствует тягу вот это чувство к всевышнему чувство к нему да и этот всевышний он для него не кто-то чужой неизвестный он близкий и родной и тогда спев эту песенку этот маленький мальчик говорит ну что же я могу для тебя еще сделать всевышний давай я для тебя станцую и он начинает танцевать а когда он утомился и присел на камень он стал размышлять вслух ну что я могу тебе еще дать у меня ничего нет правда у меня есть одна маленькая монетка я ее берег на самый важный случай жизни и вот он берет эту монетку и бросает ее в небо и говорит всевышний я подаю ее тебе и тут увидели как небеса раскрылись и показалась рука которая взяла эту монету и вот это благодарность это желание когда ты хочешь сделать хорошо тому кого ты любишь так где вот эта кнопочка нажав на которую мы можем включить это чувство любви ведь от нас требует всевышний любовь это заповедь которую ты должен выполнять но мы же понимаем что любовь это то чувство которое купить можно любовь мы можем получить только путем каждодневной каждодневной и еще раз каждодневной работы путем того что мы будем делиться самым дорогим что есть у нас делать из двух половинок одно целое и это работа всей жизни так же как между мужем и женой так же как между нами и всевышним так же как между друзьями никаких преград вообще никаких ничего такого чтобы мы не могли делать чего бы мы не могли достичь как бы если у нас есть эта любовь да перед этой любовью когда ты делишь и всем когда ты думаешь о другом человеку перед этой любовью падают все барьеры если ты отдаешь себя другому а другой отдает тебя да то вместе вы становитесь одним целом становитесь сильнее и как пример наши дети да мы вкладываем в наших детей бесконечно 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 с первого дня их рождения в чем мы вкладываем так что они как вы понимаете изначально в общем то нам и ничего не отдают но наша любовь чем больше мы для них делаем тем больше становится эта любовь любовический ребе он советует каждый день выделять специальное время чтобы подумать о том как сделать своему ребенку лучше как правильно воспитать да ну какие кружки в какой школе как его научить правильно общаться с людьми каждый день мы как родители должны выделять специальное время об этом думать то же самое муж и жена каждый день из нас должен каждый из нас должен каждый день останавливаться и думать что же такое хорошее я могу сделать своему мужу своей жене своему любимому своему другу чем я могу его порадовать чем я могу ему помочь да в чем это так сказать несколько два шла сначала мы думаем а потом делаем мне достаточно только подумать да то есть необходимо соответственно и делать а когда мы думаем в момент вот этого обдумывания мы обязательно должны перечислять то хорошее что есть в том человеке которого мы любим да мы обязательно должны видеть что тот человек сделал хорошего нам все время вспоминать а если мы говорим про всевышнего то соответственно всегда уметь благодарить в сердце и на словах за то что мы каждый день получаем это называется аккоратов да и это самое лучшее средство для создания любви что значит думать хорошо что значит думать хорошего человеке представь тебе в Англии вакон первого класса и в нем едут такие чапные спокойные благополучные да да и на остановок вдруг в этот так сказать первый класс в этот чапарный вагон врывается семья папа и несколько детей дети шумят бегают плачут кричат чем понятное дело вызывают сильное раздражение окружающих вот один из пассажиров не выдержал подошел в гневе к папе и спросил его твои ли эти дети и почему ты их не устанавливаешь на что папа ответил я бы их успокоил но не знаю как мы возвращаемся с похорон их мамы и в этот момент гнев попутчика газ мало того что он перестал он достал по 50 долларов и дал каждому ребенку чтобы тот купил себе что-то вкусное как же так происходит когда соучастие внутри соучастие другим другому человеку внутри у нас уходит плохое и оно оставляет вместо вот этого соучастия вот этого хорошему и это дорога к любви я желаю каждому из вас найти в себя хорошее по отношению к другим и даже если кто-то другой вас обидел найти оправдывающие его обстоятельства постараюсь его понять постараться независимо ни от чего думать о нем хорошо и это и будет та любовь которую вы можете принести в этот мир хорошей вам недели до свидания до следующих встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи